Девушки отдыхают 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 Еще одна волна увольнений прошла в мае Однако у ряда сотрудников студии при этом до сих пор указано, что они пока продолжают работать в студии В итоге Murdered Soul Suspect стала последней игрой студии и получила в целом довольно низкие оценки в прессе Помимо Murdered студия за 10 лет своего существования также выпустила головоломку Quantum Conundrum и Action Dark Void Официального объявления о том, что Airtide прекратила свою работу пока не было, но скорее всего официальные лица компании сообщат об этом в самое ближайшее время Новости мельком На минувшей неделе стала известна дата выхода духовного наследника Sid Meier's Alpha Centauri 1999 года Sid Meier's Civilization Beyond Earth поступит в продажу 24 октября этого года, эксклюзивно для PC Компания 2K также оговорилась, что все пользователи, которые оформят предзаказ игры, получат набор из шести дополнительных карт, прообразами которых стали реально существующие экзопланеты В начале августа на Nintendo 3DS выйдет игра, приуроченная к выходу нового фильма про черепашек-ниндзя В новой игре между всеми четырьмя черепахами можно будет переключаться по ходу прохождения игры, а их навыки и способности нужно будет прокачивать прямо в их подземном логове Разработкой игры занимается студия Magic Pockets, ранее приложившая руку к таким игровым франчайзам, как Гарри Поттер, Охотники за привидениями и The Sins Как сообщает игровой портал Kotaku, разработка Homefront The Revolution, которой занимается студия Crytek UK, оказалась под угрозой По словам одного из источников, на который ссылается портал, более ста работников студии попросту прекратили ходить на работу Виной тому внушительные задолженности по зарплате сотрудникам и прочие финансовые проблемы, которые по слухам переживает студия Сами Crytek пока никак не прокомментировали возникшие сложности, а Homefront The Revolution по-прежнему назначен на 2015 год для PC, PlayStation 4 и Xbox One Российское представительство Microsoft наконец назвало точную цену на выходящую в сентябре в России консоль Xbox One Так, например, версия консоли с сенсором Kinect 2.0 обойдется игрокам в 27 499 рублей, а версия без него в 20 999 Предварительные заказы на консоль откроются уже 15 июля во всех крупных торговых сетях А все геймеры, которые оформят предзаказ на версию консоли без сенсора Kinect, в качестве бонуса получат Forza Motorsport 5 и FIFA 15 Издательство Deep Silver анонсировало очередную игру в зомби-сериале Dead Island Escape Dead Island События игры развернутся в промежутке между первой и второй частями игры А главным героем выступит некий Клифф Кало, решивший расследовать события, произошедшие на острове Баной из первой части И снять документальный фильм про загадочный зомби-вирус Новая игра, в отличие от оригинала, будет экшеном от третьего лица и использует технологию селл-шейдинга Что же касается даты выхода, то Escape Dead Island выйдет на PC, PlayStation 3 и Xbox 360 до конца этого года Финальный, пятый эпизод потрясающего детектива от Telltale Games The Wolf Among Us выйдет уже совсем скоро Эпизод под названием Cry Wolf появится на PC уже 8 июля На Xbox 360 и PlayStation 3 днем позже 9 июля А до iOS эпизод доберется 10 июля Трейлером к новому эпизоду Telltale, разумеется, также уже успели поделиться И, наконец, небольшая приятная новость для владельцев консолей PlayStation 3 и PlayStation 4 В последнем обновлении для PlayStation 3, наконец, была добавлена более глубокая поддержка геймпада PlayStation 4 И в том числе работа по беспроводной связи Об этом сообщил пользователь форума Reddit с ником Shefige16 И написал достаточно подробную инструкцию по подключению геймпада Также напоминаем, что геймпад совместим с персональными компьютерами через USB кабель Это были все самые интересные новости на этой неделе Для вас вещали Games Busters Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк И обязательно поделитесь свежими новостями со своими друзьями До встречи через неделю Субтитры сделал DimaTorzok